Зачем нужна асинхронная подгрузка компонентов в Vue.js? Почему не нужно работать в плохих проектах? Как перестать использовать Bluetooth наушники и начать жить? Как перестать использовать Bluetooth наушники и погнали! Я думал, ты скажешь, как перестать использовать погнали! Ну нет, это слишком коротко было. Я сам сначала, когда начал говорить, я думал, что я скажу, как перестать использовать Bluetooth наушники и начать погнали! Но что-то меня смутило в процессе, я выпалил просто и погнали! Ладно, всем привет! С вами подкаст «Суровый веб» проекта «Ювебдизайн». У нас выпуск 209 на часах и уже без 22? Что, серьезно? Уже без 22? Ёкарны, боба! Уже без 22 по Челябинску. Меня зовут Александр Гончаров. Меня зовут Никита Тарасов. Да, уже сегодня 4 сентября, в ночь с 3-го записываем, поэтому календарь мы уже перевернули. И на фото твое тоже взглянули. Подписчик дорогой. Да, наш уважаемый дорогой подписчик. Предлагаю с места в карьер. Давай, потому что, во-первых, без 22, реально, у нас скоро можно будет из сурового веба в ночной веб переименовывать. В сонный веб, я бы даже сказал. Ну, да, типа без бензика веб. Ну, да. Кстати, я предлагаю всем, кто ночью не спит, а работает и зарабатывает деньги, написать нам на work.youpdesign.ru, потому что, скорее всего, мы сможем быть полезны друг другу именно по бизнесу. Вы не забывайте о таких возможностях work.youpdesign.ru. Любые предложения, коммерческие и некоммерческие, мы с удовольствием рассмотрим. Да, конечно. Интим не предлагать. Это да, это не надо. Это напрямую в телеге. Так вот, у нас тут, оказывается, через неделю будет конференция Apple. У нас в Челябинске, имеется в виду, проводят в этот раз. У нас, да, у нас в торговом, господи, как это называется? В торгаше, тупо. Во-первых, в торгаше, во-вторых, в центре международного торгового, ну, тут у нас на детском мире, который, вот этот вот большой конгресс-холл, вот там. Так вот, 10-го числа, 10-го сентября в 10, вот, первый мне об этом, естественно, батя сказал дня три назад, что, типа, ты что, ты в 10-го? Ну, он инсайдер. Ты будешь уже смотреть. Он, да, он инсайдер во всех смыслах этого слова. Он в баре сидел просто с чуваком, который там четвертый айфон забыл. Который телефон оставил, да. Да, да, да. Так вот, и, в общем, все как бы мы уже обсуждали сто раз. А, ну да, именно сентябрьская конференция, она происходит в Стив Джобс, и это именно в Купертино. То есть это не выездная нью-йоркская, и не лос-анджелевская, и не сан-франциская конференция, это именно на домашнем поле, будем так говорить, Apple играет. Причем игры-то у них не детские, судя по логотипу, который они все-таки как будто бы возвращают, или я не знаю. Ну ладно, это у меня будет клиффхенгер перехода от меня к тебе, так скажем. Вот, потому что я просто в целом напомню, что это будет конференция в целом про айфоны. Вот, будут три новых айфона, по слухам, называться iPhone Pro, и, соответственно, iPhone 11, там и так далее. Два OLED-овских, опять же, два диодных, один LCD-шный. То есть, типа, два XS, один XR, только вот следующих. У тех, которые диодные, будет три камеры, у тех, которые, у того, который LCD-шный, будет две камеры. Соответственно, третья камера супер-ультра широкая, для того, чтобы отдалять и, как бы, ну, снимать прям все горы, там, приоры, и все, что еще в кадр у вас войдет. Вот, кроме этого, они будут матовые, классненькие, то есть, они будут суперударопрочные. Ну, по слухам, там, что-то Apple хочет внедрить, чтобы их можно было прямо ими гвозди забивать. Вот, кроме этого, они отказались от 3D Touch, будет теперь везде хаптик, просто отпинывать тебе в ответ, когда ты долго на экран жмешь, и все. Как в XR это было. Вот, также, по слухам, могут быть новые iPad Pro, iPad 10-дюймовый, мы это, в общем, обсуждали в прошлый раз, поэтому, как бы, я думаю, ничего нового. Ну, и, конечно, главный вот этот слух, что будет 16-дюймовый MacBook Pro, который, в общем, как бы, слух-то, слух да не слух. Почему? Потому что Apple, чтобы ты понимал, они для того, чтобы у нас что-то продавать из такой умной электроники, они у ФСБшников это обязаны регистрировать, потому что это девайс, который шифрование способен, как бы, ну, делать и распознавать. И уже слили откуда-то, что Apple, ну, зарегистрировала 16-дюймовый MacBook у ФСБшников. К ФСБшников слили. Скорее всего, да, именно фанаты ФСБшники, они слили просто как бы, ой, нихрена, ой. Вот, в таком духе, при всем моем уважении к ФСБшникам и к фанатам Apple, и к тем, кто является и теми, и другими. Вот, 16-дюймовый MacBook Pro. Кстати, мне вот просто чисто по-человечески интересно, что они туда в него запихнут, и как это будет. Вот, если посмотрим на мокапы, которые здесь видны, то тогда как будто бы 16-дюймовый MacBook Pro, у него будут суперувеличенные клавиши, и они будут именно растянуты край в край, зачем так, непонятно. Ну, в общем, это просто мокапы. Они, наверное, думают, что у фанатов Apple пальцы растянуты по бокам. Просто жирные пальцы, как бы нужно, чтобы клавиши побольше были, это точно. Вот, ну и да, кроме всех новых версий операционок, о которых мы тоже тысячу раз уже говорили. Кстати, вышли бета 13.1 уже. Угу, да. Даже не просто еще 13 не вышло, а уже бета 13.1 вышло. У меня установлено, кстати. Именно 13.1? У меня тоже. По-моему, да, да. Ну, видишь, какие мы с тобой прогрессивные пацаны. Мы вообще, мы в ногу со временем идем. Это да, это неплохо. Ну, и самое главное, это, разумеется, сервисы, services. Apple Arcade и Apple TV Plus. Они, конечно же, будут US only, но это про Apple TV Plus. Понятно, что Apple Arcade, скорее всего, будет везде, почему бы и нет. То есть, ну, я не вижу смысла не собирать денег со всех остальных, если можно их собирать. Вот. И вот я хотел как раз тебя и спросить, что думаешь вообще? Есть у них рынок и какое-то будущее или это все от лукавого? Ты про Apple Arcade именно? Ну. Вне US или вообще в принципе? Конечно, вообще в принципе. Давай, мы с тобой граждане мира. Представим, что мы с тобой граждане мира. Я думаю, что да, потому что Apple Arcade – это, скорее всего, штука такая, знаешь, типа клепуха. И, по-моему, из-за того, что это клепуха, это прям идеальная хрень. Короче, чуваки будут заходить. Я не буду говорить, ну, что типа это школьники там будут заходить или взрослые. Может, и взрослые чуваки будут заходить. Наоборот, как раз пенсеры будут заходить, которые, знаешь, играют в всякий там три в ряд собирать и всякое такое. Будут заходить, а там какие-то игры, которые всегда доступны. И они по клепухе будут заходить, в них играть. Вот, чисто просто на толчке. И, по-моему, вот этого не хватало, потому что все игры в основном, да, все игры в основном, то надо покупать. То надо, значит, либо не покупать, а смотреть в них там рекламу какую-нибудь или там, короче, просто в них тысячи миллионов часов тратить, короче, и всякое такое. А тут Apple Arcade – это просто для тебя, это как будто телек полистать. То же самое по играм, поиграть, чуть-чуть зайти, побалдеть и выйти. И больше никакая, и забыть про нее. Ну вот, поэтому я думаю, что это как раз-таки нормальная тема. И, возможно, знаешь, какой-нибудь Steam должен, какой-нибудь Epic Games Store должны тоже сделать клепуху. Чисто, ну, естественно, есть уже такое, но типа Origin Access, например. То есть ты в Origin Access покупаешь, и в него попадают какие-то определенные игры, в которые ты можешь играть. Просто тупо бесплатно, потому что ты бабки заплатил. Или там дешевле покупать какие-то другие игры. Это чисто такая тема, то есть Apple увидели это у других чуваков и сделали вот свою хреновину, которая, скорее всего, будет популярна, я думаю. Ну, там мы тогда размышляли с Ваней, когда он еще был на 199-м подкасте, что типа там инди будет, но я уверен, что не только инди. Вот по-любому. Здесь я с тобой полностью согласен, хотя, казалось бы, это как бы, ну, не часто бывает, но здесь я прям подписываюсь, что не обязательно это будет инди. Потому что это выглядит вообще как проект для миллениалов такой. Да, конечно. Выглядит, я и говорю, для шикарников. Скорее всего, пенсеры будут, но тем не менее. Ну, это, понимаешь, ты в старости впадаешь в молодость. Вы всегда, когда ты большой, ты уже маленький, очень сильно. И поэтому спенсеры – это те же миллениалы, понимаешь? Только в очочках и такие, типа, как здесь нажимать, куда? Да-да-да. И с нарушениями сердечно-сосудистой системы. Хотя столько, сколько шкальники пьют монстров, возможно, тут у них еще поменьше. А у них одинаково, одинаково. Это точно, да. Как бы это... А Apple TV Plus, вот это, это мертворожденное говно какое-то, на мой взгляд. Если только они гигантское количество бабла в это не вывалили, чтобы там хоть кто-нибудь, хоть кто-то стал там их амбассадором, потому что такие штуки... Они же там целые сериалы снимают для этого. По-моему, там же выйдет. Я помню, да. Но, камон, мне почему-то кажется, что это будет пук. Да ты опять же, я тебе говорю, вот если бы ты сейчас жил в какой-нибудь другой стране, не дай бог, конечно. Тьфу-тьфу-тьфу. Если бы ты трактор, так скажем, настроил, как это говорят, то ты сейчас бы первый, который подписался бы, заплатил бы деньги и смотрел бы через них все, понимаешь? У тебя бы просто мелькало там постоянно на твоем суперогромном Apple-телике, вот, Apple-TV было постоянно бы включено и там бы эта хрена начала. Так что, ну, как бы тут понятно, что нам сейчас в России, возможно, не понять, что кто-то там ради эксклюзивных сериалов или просто ради удобства будет оплачивать этот сервис. Вот. Но мне кажется, что это... Да нет, но нам с тобой как минимум понять. Мы с тобой, в общем, достаточно прогрессивные люди в этом говне, поэтому... Можем. Можем. Можно? Ну, можем. Потому что, смотри, вот я в тебе сомневаюсь, что ты бы стал оплачивать несколько разных сервисов, имея Apple-TV в Америке, допустим, представим себе, что мы живем в Америке, да? Ты бы вряд ли, ты бы, скорее всего, сконцентрировано в одном все купил, а тем более, что если у тебя вся инфраструктура Apple, ты бы, скорее всего, так бы этот TVOS и... Ну, в смысле, оплатил бы вот эту TV-хрень, Apple TV+, в смысле, я имею в виду, и все. И вообще даже не замар... И по бокам бы не ходил бы никуда. На какие-нибудь там HBO, Netflix и какие-то там, ну, вот, левое дерьмо бы никакое не оплачивал. Ну, это как бы, ну... Видишь, здесь у меня нету уже... И как бы, понимаешь, я здесь сейчас новичок. То есть я не в рамке стриминговых сервисов видео. Поэтому я не могу сказать, как вот, например, если мы говорим про PC-гейминг, я там не новичок. Я уже сильно пророс в Steam, и действительно, мне как бы сложно с него куда-то уходить, ну, по большому ряду причин. Что касается же, наоборот, когда ты еще нигде, ты все равно будешь выбирать, а куда именно ты пойдешь. Какие-то эксклюзивы смотреть, где какие там, и так далее. Мало ли, но вдруг они примерно все одинаковые окажутся. Если так, то ты, скорее всего, будешь ориентироваться на то, что у тебя инфраструктура. Ну, это факт. Конечно, если Apple TV – это урезанная охреновина, и ты поймешь действительно, что... Ну, смотри, там не будет, например, там, опять же, если говорить про Netflix, там не будет... То есть Netflix у них есть этот... Лучше звоните соло. Это их Netflix-эксклюзив. И то же самое, например, с HBO-шным Чернобылем. Понимаешь, этого уже не будет в Apple TV+. И как бы тут я буду выбирать, скорее всего, исходя из тех... Опять же, окей, допустим, даже сериалы. Ну, сериалы заканчиваются. А вот если вдруг будут студии подписывать с актерами контракты, что, типа, условный какой-нибудь там, я не знаю, Джонни Ли Миллер будет только в Apple TV+. Я думаю, что это будет такое, да. Ну, я не знаю конкретно про Джонни Ли Миллера, он мне не рассказывал. Я думаю, что если они такое заводят, и они хотят реально соревноваться с Netflix, то должны, а если нет, то это пук. Будет видно, будет видно. Да, будет, согласен, будет действительно видно. Я ставлю на то, что пук. Что они не будут ни с кем там ничего заключать, и что это будет пук. Вот, но, собственно, я только рад буду в этом ошибиться. Ну, потому что, правда, когда есть, опять же, покуда я не являюсь участником этого рынка, я действительно вслух такое говорю, и это красиво звучит, что вот должна быть конкуренция, если будет несколько разных предложений, это круче там, и так далее. Ну, то есть, вот, в этом отношении я действительно так и считаю. Когда я еще не приверженец там, не религиозный какой-то из отдельных сторон. Сект. Да, то я, в общем, как бы за то, чтобы были какие-то альтернативы. Но, блин, пусть они будут хотя бы достойными. Поэтому, если реально они ничего ни с кем не заключат, то будет пук. Все, погнали дальше. Я хотел последнее еще сказать про Apple. Мы, как обычно, первую тему же мы же размазываем, остальное сонно уже говорим, поэтому нормально. Надо соблюдать. Да, это у нас похоже, да. Очень-очень тупую тему тебе скажу. Вот смотри, на телефоны айфоны посмотри. Короче, меня поражает все еще, вот я как владелец семерки айфона, да, китфона. У меня там камера, она, в принципе, начиная с семерки или с шестерки, даже выделяющаяся из корпуса. С шестерки. Здесь также, собственно, выделяется из корпуса абсолютно огромный блок. Ну, квадрация, да. Когда лежит на столе, заставляет люфтить телефон, если ты нажимаешь на него. Ну, в смысле надавливаешь. Надавливаешь. Ну, и нажимаешь на нижнюю кнопку, например, или на экранчик. Да, да, да. То есть это какая-то странная хрень. Мне, во-первых, вот это не нравится. Но, допустим, я это могу пережить. Но, как я понимаю, люди вообще уже все давно всегда телефон... Я всегда телефон кладу к себе экраном. То есть видеть там уведомления или просто... Я привык к себе экраном класть. Но я так понимаю, люди уже не стесняются, даже не столько не стесняются, не боятся класть наоборот, на экран. Есть такие, да, знаю. Потому что, типа, я думаю, что Apple тоже это предусмотрели. И поэтому они делают выпуклую камеру. Потому что у них уже такое стекло, такой экран, который вообще... Ему ни от одного стола ничего не будет. На заводе его клади, на циркулярку его положи. Ничего не будет. Смотри, начиная с какого. Семерку у меня батя с ключами положил в один карман, и было плохо. А, нет, не с ключами, с наждачкой. Вот, он именно шел с завода, у него была наждачка в кармане. Ему показалось, что не заточено экран. Надо немножко шлифануть. Причем у него наждачка там на 150. То есть, ну такая, которая прям продала. Ну, которая айфон ищет. Поэтому, конечно, не стоит. Но смотри, у меня, например, он в бампере, в оригинальном Apple. В бампере не выделяется. Согласен. Нет, во-первых, не выделяется. Во-вторых, там можно и вниз класть, потому что он не на самом экране лежит. А он именно на ребрышках бампера лежит, и норм. Видимо, это ориентировано, что вы еще... Вот мы сейчас сделаем выпуклую камеру, а вы еще купите себе бампер, короче. Но потому что иначе без бампера, если ты на голову используешь телефон, он, во-первых, очень маленький, такой какой-то... Такой, знаешь, беззащитный становится очень сильно. Он, да, он как ребеночек. Особенно если у тебя элитные какие-нибудь XS, Max, золотые. Кажется, что это просто произведение искусства, которое ты сейчас любым предметом вокруг можешь разбить. То есть, это как будто ты реально вазу достал, и она у тебя под локтем стоит. Вот. И, короче, во-первых, это... То есть, такое чувство, что они прям навязывают тебе купить какую-то защиту на него надеть. Вот. И еще вот эта камера. Ну, это... Так я не знаю. Эта камера, это вот... Меня все еще поражает, что она выпуклая. Я не знаю. Понятно, что добавить дополнительный слой телефону, это было бы, ну, тупо, да? Была бы вообще просто лопатища толстая. Но и вот эта тоже люфтящая хреновина, это как-то... И они все еще не убрали. Я просто к чему это все? Я смотрю на прототипы, которые там слили опять. У тебя батя в баре нашел чувака. И, значит, короче, опять будет люфтить все. Причем тут уже еще больше люфтить. Будет уже огромная, как я вижу, хреновина. Еще и с выпуклыми камерами там. Но это... Не знаю, короче. Я могу еще просто тебе ответить, например. Точнее, не ответить, а просто сказать. Что... Они, мне кажется, боятся уже просто сделать... Что-то менять? Нет, смотри. Чтобы сделать в потай, так скажем, по-заводски говоря. Склень и вздрочь. Да, да, да. Нужно, чтобы весь телефон толще стал для этого. Да, я говорю, это... Фактически камеру ты не можешь уже тоньше, видимо, сделать. Ну, чтобы она была по-прежнему киллер фичи айфона. Потому что, ну, все мы знаем, что у айфона реально крутая камера. То есть, ну, блин, я просто констатирую это вам всем как факт. Кто думает, что что-то фоткает лучше, вы не шарите. Ни хрена не фоткает лучше. У айфона самая классная камера. Вот. Поэтому, видимо, она должна быть все-таки толстая. Там линзы и все такое. Ну, физически. Да, физически. И, соответственно, конструктивно, чтобы телефон был... Чтобы она не люфтила, нужно сделать толстый телефон. А это, видимо, уже не классно. Потому что, видимо, есть люди, которым нравится, что он вот уже весь такой тоненький произведение искусства. И, соответственно, как бы они на это пойти не могут. И поэтому люфтит. Ну, я думаю, что и так все почти прям плюс-минус какие-то бамперы или чехлы используют. И уже ни у кого и не выпирает в таком смысле. Ну, похоже, что да. Ну, я так. Просто это, знаешь, чисто размышление. Потому что я увидел опять. И меня опять... Я прям почувствовал, как новый айфон люфтит. Конечно, он у меня не будет никогда на столе лежать, скорее всего. Потому что он будет стоить, как макбук. Вот. Но... Особенно 6,5, который вот этот с тремя камерами, чтобы побольше. Короче. Вот. Но все. Я так хочу. Все хотят такое. Так там еще цвета. Ты вспомни, мы цвета с тобой обсуждали. И там какие-то гениальные золотой. Который очень темно-золотой такой крутой. Это прям... Вот это в натуре произведение. И его еще ищем в чехольчик. Его запаковать, чтобы никто не видел, что у тебя охрененный золотой. И не люфтить зато не будет. О-А-М. О-А-М. Полное согласие, да. Ладно, мы, как обычно, Эппл размазали. Да, предлагаю переходить к следующей темке. Сейчас все хопы такие прям, ну, будем... А мы сейчас следующие классно. Мы сейчас следующие классно. Следующая тема у нас... Я хочу, как записано. В России падают продажи ноутбуков. А так и есть. Так и есть. В России падают объемы продаж ноутбуков и десктопных ПК. На хабре тупо статья-заметочка. Не знаю, какое-то... Такое чувство, что тревожное. Чуваки хотели нас немножко расшевелить этой новостью. И приведена статистика некой аналитики IDC. Не знаю, какие-то чуваки, которые собирают исследования рынка персональных ПК в России. И они увидели, что за последний квартал, или квартал, как вам больше нравится, вообще объем поставленных в России ноутбуков и настольных систем сократился на 22,1%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года. То есть с таким же кварталом. От того, что поставленных на стол просто поставленных ноутбуков объем. Ну да. Да. Вот. Короче говоря, ладно, в предыдущем квартале этого года объем поставок персональных компьютеров снизился на 10,5%. То есть в принципе снижался. А сейчас вообще на 22. По мнению аналитиков, текущий спад обусловлен экономической нестабильностью в стране. Ты знал, что у нас экономическая нестабильность в стране? Честно. Конечно. Я ее чувствую на себе каждую секунду, поэтому да. То есть нестабильно. Подожди, все же говорят, что стабильно. Ну-ка, понимаешь, это вот тоже. Они говорят, но они просто не понимают. Ты понимаешь, что специалисты говорят, что стабильно, а народ говорит, что нестабильно. Но народ не специалисты. Народ не специалисты, поэтому да, согласен. Да, во втором квартале или квартале рынок показал ожидаемую негативную динамику. Российские потребители обеспокоены экономической ситуацией в стране на фоне падения реальных доходов населения и продолжают усиливать режим экономии в повседневных тратах. Это здесь вот прям цитата. Здесь, кстати, написано по процентам доли рынка именно компаний, короче, брендов. То есть, например, компания HP 20% доли рынка занимает сейчас на текущий момент. Lenovo 18.6, Acer 17.9, Asus потом 10 и Dell 5.5. Вот. Кстати говоря, Lenovo обогнала Acer. И я хотел вот за это зацепиться, потому что мне даже там похрен на статистику, но компания HP почему-то все еще... Во-первых, кто-то покупает ее. Я ничего против не имею, но именно она, это ключевой, значит, главный, доминирующий, так скажем. Конечно, не сильно, но тем не менее, HP это вот максимальная доля рынка, которая есть в России продажи компуктеров. HP. Почему HP? Как Lenovo на втором, Acer на третьем. Ну ладно, Acer это просто типа бомжовская тема. Хорошо, типа дешево. Почему HP Lenovo на первом-втором? Не знаю вообще абсолютно. Lenovo, причем это не такие уж и старички, они как бы появились не так уж давно на самом деле. Вот. И я всегда думал, что Asus у нас очень сильно покупают, и Asus, в принципе, хорошая компания. И я не понимаю, почему она не на первом? Но вот ты можешь объяснить себе... Почему народ любит HP и Lenovo? Объясни мне. Ну ладно, Lenovo, может быть, ты не сможешь, но давай про HP. Но они тоже достаточно дешевые. Я тебе так открою секрет. И у Lenovo они как Xiaomi примерно, только они раньше были, естественно. Во-первых, потому что это китайская фирма. Во-вторых, у них разные всякие прикольные были штуки. Красивые там и так далее. Тем, что Lenovo Yoga там. Да-да-да-да. Да, в общем, ну, ты вспомни как раз у того человека, кому мы хотим сделать фирменный стиль там и так далее. У него тоже... И тоже Lenovo. Да, и тоже Lenovo. Не думаю. Поэтому Lenovo хрен с ними. Они типа просто какие-то, я не знаю, что. А HP их почему-то, почему-то, их много очень по тендерам в одно время выделывали. Ну, поставляли. А, это как Dell в Америке. То есть, если бы мы сейчас американскую посмотрели, там было бы Dell, только 99%. Ну, в общем, я думаю, и HP тоже, но да. Вот. И поэтому, я тебе просто скажу, мы же, ну, бывает, приторговываем, так сказать, ноутбуками. И ты как бы говоришь людям, вот там есть Dell или Asus. Они говорят, нет, а HP у вас есть? Мы не будем, а HP у вас есть? Без шуток, так и говорят. Я не понимаю, как они добились такой... Я понимаю, что это тупо уже вот просто стереотип. И вот всем бы компаниям... То есть, ты понимаешь, бренд? Бренд, да. Такой, да, стереотипный сделать бред, что надо вот брать вот это, потому что вот это круто. Это прям вот... Я могу только позавидовать компании HP, что они вот так себя поставили на этом рынке, что просто вот... А вот HP у вас есть? И все, я тебе все сказан. И больше ничего, да? Как девиз это свой использовать. Извините, а HP у вас есть? HP. Работаем с такого-то года на вашем рынке. Короче говоря, загадкой это мне является. Опять же, кто владельца HP ноутбуков, расскажите. Расскажите, почему вы выбрали HP, интересно. Вы вообще знаете, что HP это Хьюлит Паккарт, хотя бы начнем с этого. Ну, я думаю, уже много кто знает, потому что, как минимум, опять же, есть у нас чуваки, покупатели, которые приходят и говорят, ах, Хьюлиты, Хьюлиты. То есть, как бы, и это люди знают некоторые, да. Хотя, казалось бы, это, в принципе, закрытая информация. Вот Хьюлиты. Ну, подожди, давай мы обсудим, что упали продажи. Ну, давай. Это что значит? Давай, интересно. Ну, тут написано, напоминаю, с нестабильностью в стране экономической. Давай подумай, она когда-то была стабильная. Подожди, давай глубже. Вот именно. Глубже. Она вообще никогда не стабильная. Стабильная никогда не была. Либо у людей уже есть компьютеры, и они сейчас, в общем и в целом, не так быстро устаревают, и поэтому у них нет такой острой нужды все это так, ну, часто менять. Например. Это первая, так скажем, причина, которая, ну, напрашивается. Вторая, например, это то, что, ну, действительно дошла до крайней степени вот эта вот плохая экономическая ситуация в стране, у людей тупо нет денег. Не, ну, плюс, это же еще... Среднее какое-то кредитное количество кредитов на людей уже настолько большое, что как бы просто дальше брать не могут. Ну, например, опять же, я не знаю. Ты что-то начал говорить. Я просто, я начал говорить, а потом осекся, потому что я понял, что это не совсем правильно. Тут же сравнение на 22% с прошлым, с таким же кварталом в прошлом году. И я подумал, что вдруг, если просто уезжали в отпуска, типа квартал, это же как бы вот как раз лето. Прошлый. Ну, сравниваю, это тоже с летом. Вот сравниваю тоже с летом, казалось бы. То есть, может быть, что-то изменилось с отпуска, может, дороже путевки стали, я не знаю. И все люди не могут же ноутбуки себе купить. Но, скорее всего, я думаю, это связано в том числе, ну, с одной стороны, понятно, с нестабильностью в стране, а с другой стороны, как ты сказал, реально, смысл менять. Windows-то новый не вышел, например, который будет на новых ноутбуках на каких-нибудь. То есть, зачем? Какой смысл? Все, у тебя есть уже ноутбуки, и они работают. Кстати, еще из жизни тебе. Большинство людей компьютеры покупают не себе, а детям. Поэтому, например, перед первым сентября всегда очень большой взрыв, и цены растут, и вообще взрыв именно спроса. Потому что многие берут непосредственно, вот у меня там ребенку рефераты делать, ну, вот такое прям говорят. То есть, наоборот, летом, по идее, должны расти в конце лета? Во-во-во-во, я это, во-первых, да. Ну, как бы понятно, что еще перед Рождеством прям сильно растут. Ну, как бы просто в силу того, что, да, Christmas, нужно подарки покупать и так далее. Вот, но в общем и в целом, я просто к чему веду? Может быть, в этом году, точнее не в этом, а получается сколько, 7 лет назад была демографическая яма, родилось мало детей, и поэтому мало сейчас покупают компьютеров для детей. Потому что тупо меньше детей этого возраста. Так, а 7 лет назад был 2012-й. Сложно сказать, что там было, потому что я не... Не то, чтобы мы там следили очень сильно за демографической... Мы с тобой не изменяли, по крайней мере, в 2012-м демографическую бум не делали. Да, 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 не было ничего пока такого. А вот как раз в 2014-м, когда в Америке началось, да, во-вторых, когда непосредственно кризис самый сильный начался, вот этот вот, последний, там как раз-таки могла бы быть такая яма. Но, видимо, ее последствия ждут нас через 2 года. Там вообще сильно просядут все продажи. Не знаю даже, хорошо это или плохо, но как бы вот возможно. Ну, посмотрим, смотрим. Опять же, нам покажет время, как будет развиваться событие. Пойдем в следующую тему. Кстати говоря, я пытаюсь каждый раз подсматривать. И вообще-то перед следующей темой надо обязательно рассказать про нашего партнера SmartApe. У нас есть хостинг, которым мы пользуемся уже больше, чем вы живете многие. Вот. Больше, чем дышите и пукарите. Больше, чем живут те люди, которые в школу пойдут с новыми ноутбуками. Кстати, да. Кстати, да, да. Вот. Мы пользуемся хостингом SmartApe. И, возможно, вы ни разу не слышали еще про SmartApe. Возможно, вы наслышаны про SmartApe, видели рекламу, но еще не решились. В том и в другом случае зайдите на ewebizign.ru. Слэш SmartApe. Зарегайтесь по нашей реферальной ссылке и просто попробуйте. То есть, это же не какой-то там, типа, ты в него вписался в этот хостинг и никак не можешь от него отлипнуть. Нет, здесь надо просто попробовать и понять, для тебя этот хостинг или для тебя. Но мы от себя гарантируем, что вы не слезете, скорее всего, потому что вам настолько понравится. За уши вас будет не оттянуть. Конечно. Потому что, в общем и в целом, конечно, ребята так круто работают. Как всем бы еще я бы пожелал работать. Да. SmartApe, еще раз, ewebizign.ru.ru. Ты должен сказать, для тех чуваков, которые уже зарегались, но не подсунули нашу рефералку. Да. Я должен сказать, я говорю, для тех чуваков, кто уже является абонентами SmartApe, клиентами, но по какой-то причине, скорее всего, по случайности, либо по скудоумию, возможно, кто не подсунул нашу рефералку, вы можете написать мне, собака, веб-сайне в телегу, сказать свой логин, и мы перепишем вас к себе на рефералку, потому что, а что вам, к вам какая разница-то? Вы нам поможете, спасибо вам, и все, и нормально будет. Да, конечно. Еще раз, да, SmartApe. Мы, между прочим, заметьте, никогда непроверенных, мы здесь не рекламируем вам какие-то там ставки на спорт или на киберспорт. Мы рекламируем проверенные вещи, которые действительно используем очень долго, давно, и кайфуем сами от них, поэтому SmartApe. 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 Следующая тема. SmartApe. Да, следующая тема, это CSS-триксная тема от автора Криса Койера. Мне недавно снился Крис Койер, я сейчас вспомнил, и он был худой, другой какой-то чувак, и я почему-то понимал во сне, что он Крис Койер, но он был вообще не так выглядел. То есть это не он был, тупо не он. Короче, и вот не зря снился, потому что вот снился. Не зря снился, потому что статья от него, я ее рассматриваю, все, все сошлось. Практически вещий сон. Короче, он призывает нас использовать для тега link, это не про Зельду, не Nintendo новости сейчас, а про CSS немножко, для тега link использовать rel, атрибут rel, который будет равен value pre-connect, так скажем. Rel равно pre-connect, в кавычках. Так, эта штука делает следующее. Мы, кстати, в прошлом подкасте рассматривали такое, как в Google Chrome 76 работает, тоже подобный атрибут прикольный. Если вы не смотрели, посмотрите прошлый выпуск, он прикольный, опять же. Вот, а здесь уже открыто корзин. Я немножко конкретизирую, что именно там было, было действительно прикольно. Ты проспорил, но тем не менее. А здесь... Ты не хотел, ты интригу хотел держать. Здесь, короче, вот тег link, который вам нужен, который будет ссылаться через hreve на какой-нибудь ресурс внешний. Вам нужно подгружать это же все чем быстрее, тем лучше, правильно? Если вы будете использовать атрибут rel pre-connect, rel равно pre-connect, то вы посмотрите на картиночку, как это будет работать. Если вы не будете использовать pre-connect, то на внешний ресурс будет сначала идти connecting и downloading по одной ссылке через link, а потом на последующей снова connecting и downloading. Соответственно, как бы все будет просто друг за другом. Как это говорится, последовательно. Последовательные токи. Вот. А значит, если вы будете использовать link real равно pre-connect, то connecting будет происходить асинхронно, как бы, так скажем. И connecting будет вместе запускаться у линков. Донлоидинг, понятно, будет идти друг за другом, но connecting вместе запустится. И когда уже тот донлоидинг первого закончится, первого ресурса внешнего, то сразу начнется донлоидинг, соответственно, следующего ресурса. Потому что уже connecting не надо будет, уже все будет законнектено. То есть, казалось бы, какая-то лучшая тема. И вот Крис Корнам об этом говорит, что используйте real равно pre-connect и будет так работать. Будет круть. Здесь, кстати говоря, у него даже целое исследование. Он там пробовал на разных сайтах по-разному, короче. Много всяких... Сделал замеров. И у него получилось реально, что с real равно pre-connect быстрее грузится тупо, чем без него. Здесь вот есть картиночка загрузки. Через какие-то доли секунд происходит загрузка. И вот верхняя это с pre-connected. И уже через 1,4 секунды у него подгрузилось. И та же самая абсолютная тема без pre-connected загрузилась через 2 секунды. Ну, видишь, у него действительно здесь много всякого стороннего говна на сайте, всяких скриптов и так далее, рекламных и других. И у него они, видишь, именно на других доменах. То есть, не то, что ты именно здесь подгружаешь что-то там, какие-то CSS-ные файлы, например. А нет, ты именно подгружаешь сторонние домены сюда, чтобы они у тебя, опять же, каким-то образом подсасывали сразу. Ну, то есть, одновременный connect происходил синхронный, а потом уже даунлодилось все по очереди. Ну, то есть, действительно, для тех сайтов, где много сторонних скриптов с других доменов, это дает какой-то прирост наверняка и прям о-а-м становится. Я так понимаю, что это работает сейчас в любых браузерах. Тут как-то не сказано про конкретное. Надо посмотреть, потому что сейчас он опять это для хрома 76-го сказал. Мы такие о-а-м, не посмотрели. Ну, вот я сейчас перешел на оригинал, где на web.dev это все происходит, и там Мелика Михалиджи об этом написала. Вот, она там писала про приконнект и про DNS-префетч тоже. Ну, про DNS-префетч мы либо когда-то до этого рассказывали, либо я сам читал. Так что, да, сейчас я пытаюсь найти, где именно поддержка. Ну, давай. В принципе, можно было сразу на can-usage опуститься. Кстати, здесь она написала небольшой дробэк. То есть, если в течение 10 секунд не начало ничего подгружаться с того домена, который был приконнекчен, то коннект разрывается. То есть, это нужно все равно только для critical говна писать. Ну, похоже, что для critical говна будем писать только. Согласен. Не вижу смысла писать для не critical говна. Но вообще, если вернуться, так скажем, к нашему вопросу, то у нее там тоже я ничего не нашел по поводу поддержки. Я зашел на can-usage, и я тебе могу сказать, я тебе могу сказать, что зелененькая практически... Ну, и E нет. Edge 18 частичная, partial. Firefox там очень давно поддерживает. Chrome очень давно поддерживает. Safari поддерживает. Opera даже. iOS Safari даже поддерживает. Opera Mini. Мне так нравится, что Opera Mini никогда ничего не поддерживает. Это лучший браузер, я думаю. Для тестировщика это лучший браузер. Берешь, открываешь Opera Mini, ничего не работает. Закрываешь, тикет возвращаешь. Да уж. Ну, короче... Круто, круто. Ладно. Да. Используйте Preconnect для критических доменов. Для критического говна. Пойдем дальше. Идем тоже в сторону, так скажем, производительности. То есть здесь темка подобрана не абы как, а тоже пропроизводительность, но на этот раз производительность в OVU.js. И ни для кого не секрет, что Lazy Load, в принципе, как таковое, это полезная штука. То есть если что-то ты грузишь только тогда, когда тебе это необходимо, ты экономишь bandwidth. То есть пропускную способность. Ты не гоняешь сотни мегабайт в тот момент, ну то есть сразу при загрузке, ты их гоняешь только тогда, когда непосредственно они пригождаются. Поэтому если мы лейзи лодим изображения, то мы подгружаем их только в тот момент, когда мы доскроллили до этих изображений. Нет смысла там ждать по 30 мегабайт. Ну если мы там про Unsplash какой-нибудь говорим, это Image Heavy сайт, на котором дохрена изображение. Если они все будут грузиться сразу, это будет, ну, минус жопа у всех. И минус деньги у создателей Unsplash, естественно, поэтому как бы так нельзя. Так вот, что касается single-page application, здесь, в общем, примерно та же история. Почему? Потому что, ну, вот зашел ты на страницу, и в общем и в целом у тебя поначалу может показываться какой-то один скромный листинг, типа там таблица результатов выполнения SQL-запроса, например. Или там просто таблица, где листинг заявок для данного пользователя какого-нибудь. Вот. И там может быть много всяких кнопок, по нажатию на которые либо какие-нибудь попапы открываются, либо какие-то, знаешь, показываются там деревья сбоку, там панельки выезжают или что-то такое. В общем и в целом, пока ты на эти кнопки не нажал, тебе не нужно подгружать эти компоненты. Особенно, если вдруг там внутри этих компонентов какие-нибудь сторонние либы еще используются. И, соответственно, когда ты их подгружаешь, еще и сторонние либы подгружаются там и так далее и тому подобное. Вот. Разумеется, обо всем этом, я сразу дисклеймер небольшой скажу, нужно говорить тогда, когда речь идет о сколько-нибудь больших файлах. То есть, если у вас все приложение занимает 500 килобайт, то в общем и в целом, ну как бы, что-то там еще лейзи лодить, это будет просто оверкил для бизнеса в том смысле, что вы так много времени потратите на имплементацию этих всех лейзи лодов, и так мало будет от этого толку, потому что как бы прирост, ну, прирост составит там 1%, а вы будете месяц там этим заниматься. Ну, я утрирую, но тем не менее, это просто невыгодно. Вот. Поэтому как бы тут да. Ну, и в общем, я это к чему веду? К тому, что во Vue.js можно все компоненты подгружать асинхронно. И как бы если, ну, в интернете полно всяких гайдов, там, туториалов и так далее, в которых рассказывают, как асинхронно подгружать компоненты из роутов, ну, то есть, например, когда ты переходишь на какой-нибудь роут листинга, то, соответственно, тот компонент, который отображает этот листинг, он только показывается на вот этой странице, которая отвечает за рендеринг этого роута. Ну, в общем, нету примерно никакого смысла не подгружать асинхронно компоненты, которые внутри роутов. Просто потому что, ну, как бы ты почти всегда должен их подгружать только когда ты на этот роут перешел. Поэтому все подгружают почти что, ну, я много проектов разных видел, в общем, в целом почти все подгружают роуты асинхронно. То есть ты не весь бандл, не все приложение грузишь при первой загрузке. Ну, то есть представь, у тебя есть 30 разных роутов в приложении, а первый из них — это дашборд, и ты на него попадаешь, но ты сидишь и ждешь загрузку всех 30 мегабайт своего приложения, просто потому что ты асинхронно не подгружаешь эти компоненты, и пока ты все 30 мегабайт не загрузил, у тебя первая вьюха не покажется. Ну, то есть это… Не очень. Да, разумеется, это полное говно, я бы даже сказал. Вот, поэтому роуты лучше подгружать асинхронно. Но во вью, естественно, можно не только роуты подгружать асинхронно, можно подгружать и обычные компоненты, ну, которые, вот, как я уже говорил, какая-нибудь модалка, например. Вот, именно поэтому есть такой механизм, как передать внутрь компонента не просто компонент, а стрелочную функцию, которая импортит вьюфайл. Таким образом, будет асинхронно подгружен этот компонент только в тот момент, когда он непосредственно отрендерится. То есть, если ты нажал на кнопку «Показать компонент», и у тебя при нажатии на кнопку, например, меняется булевый флаг, типа «Show pop-up с фолса на true», и тот компонент, который ты показываешь, у него в директиве в if ты указал как раз-таки это условие. То есть, поначалу, если в if false, компонент вообще никак не рендерится и не подгружается. Как только в if стало true, ты автоматически его подгружаешь. То есть, если бы у нас было это не в if, а если бы компонент физически был уже отрендерен, то понятно, что он уже будет подгружен. Если просто через vshow, директива vshow, она не блокирует рендеринг компонента, она просто делает display none. В этом смысле ты не можешь его сделать асинхронно, потому что хоть он и display none, он подгрузился весь полностью. То есть, это важно различать эти директивы, использовать их ровно тогда, когда нужно либо вообще не подгружать, либо просто скрыть для того, чтобы там сейчас показать, например. То есть, это зависит от бизнес-задач того или иного компонента. Короче говоря, если мы передаем стрелочную функцию с импортом view файла в описание компонента в блоке components, экземпляра view, ну или экземпляра другого компонента, внутри которого ты этот компонент подключаешь, то, разумеется, этот компонент будет подгружен асинхронно. Работает только если сам компонент в шаблоне подключен через директив vif. Но можно пойти дальше, можно не только непосредственно асинхронно подгружать этот компонент, можно еще показать, например, какой-нибудь preloader в тот момент, пока он подгружается. Для чего это сделано? Ну вот представь, ты асинхронно скрыл дерево какое-нибудь или поп-ап. Пока ты нажал кнопку, этот поп-ап начал асинхронно подгружаться, есть условные там, ну где-то 500 миллисекунд, а где-то и там 3 секунды, если это очень тяжелый поп-ап. Вот эти 3 секунды или там 500 миллисекунд, у тебя будет задержка. То есть ты кнопку нажал, а еще ничего не появилось. И это, естественно, плохой импект на юзер экспириенс несет. Ну потому что, come on. Ну то есть ты берешь и... делаешь так, что юзер нажал на кнопку, а ничего не произошло. Он будет думать, что что-то не работает, будет еще 10 раз сжать на эту кнопку. Вот. И в общем и в целом будет как бы боль. А это неправильно. Поэтому нужно какой-то показывать preloader в этот момент. И в view и в коробке есть, собственно, такой... Простите. Такой механизм, как префечинг. Точнее не префечинг, господи. Префечинг, это я чуть позже расскажу. Такой механизм, как при подгрузке компонента ты можешь в него передать непосредственно 3 атрибута. То есть документ, JSON объект с тремя атрибутами и еще одним... Ну с четырьмя по факту. Первый это компонент, то есть это import view файла. Второй это loading. Это то, какой компонент показывать, пока не загрузился тот, который ты импортишь. И error. Это какой компонент показывать, если вдруг прошел какой-то тайм-аут, ну там, например, 3 секунды, или сколько ты там сказал. Типа поп-ап недоступен. Ну то есть вот что-то такое показывается. Ну и соответственно вот, ты делаешь константу, model window, передаешь туда стрелочную функцию, которая возвращает объект. В этом объекте у тебя свойство... Атрибут component это import view файла. Атрибут loading это компонент, который показывается, пока грузится. Атрибут error это тот компонент, который показывается, если не загрузилось. И соответственно четвертый атрибут это тайм-аут в миллисекундах, который говорит о том, что вот в течение 3 секунд, ну там 3000 миллисекунд в данном случае, если подгружается, показываю loading component, если не подгрузилось после 3 секунд, показываю error component. Все. И эту константу, которая нам возвращает этот объект через стрелочную функцию, мы просто присваиваем через components как model window. И все. То есть мы добавляем ее туда. И норм. Ну и соответственно, да, то, что в итоге получается, оно, как я и говорил, пока грузится, показывается preloader, как только загрузилось, показывается компонент, если не загрузилось, за тот тайм-аут, который передал, показывается error component. выглядит классно, с точки зрения UX вообще хорошо. Причем, опять же, здесь есть дропбэк небольшой. С точки зрения UX, если вдруг вы асинхронно подгружаете какую-то такую модалку, вот, и делаете, что пока loading у вас непосредственно там будет показываться preloader, но если вдруг быстро подгрузилось, вот этот preloader, который мелькает на 50 миллисекунд, он бесит только еще больше, чем если просто там лак 300 миллисекунд. Если на 300 миллисекунд показывается preloader, тоже немного бесит, поэтому я бы в данном случае подумал о каком-то механизме, который бы еще искусственно удлиняет эту подгрузку, вот, потому что есть, опять же, куча исследований, мы с тобой в этом подкасте неоднократно их рассматривали, что юзеру зачастую приятнее подождать, но это будет хотя бы как бы для него понятно, что он что-то ждет, чем сделать так. Ну и, кстати, это на предыдущем проекте меня тоже так говорил наш продукт-менеджер, что, типа, чуваки, вы не представляете, какие тетеньки работают над нашим, ну, кто является нашими клиентами, так скажем, они реально, им, если вы показываете, что что-то крутится и что-то происходит, им наоборот только спокойнее и лучше, чем если бы все работало супербыстро и так далее. То есть это тоже, ну, как бы важно, важно помнить, поэтому тут, да, надо еще искусственно это дело удлинять, и тогда будет вообще прям хорошо. Вот. Ну и да, здесь еще рассказывалось про префечинг. Это атрибут, тоже link real prefetch, и, соответственно, там название непосредственно JS файла, которое нужно префечить. я вам предлагаю, как и всем остальным, использовать либо в UCLI 3, в котором уже в апак так настроен, что там все префечится по дефолту, либо использовать next.js, который тоже там такой супер бойлер плейт для Vue.js проекта, который тоже префечит по дефолту. Вот. Кстати, подожди, нет, сейчас я вспомню, что здесь про next.js написано. А, там next.link, именно маршруты, которые в next.link, вот они префечатятся по дефолту, а в UCLI 3 в принципе все префечатится по дефолту, поэтому, да, их используйте, и все будет хорошо. Но вообще, в целом, не обязательно префечить, можно действительно использовать, это именно как я и сказал, как асинхронные компоненты, вот, ну и там продумывать, где надо добавлять задержку, где не надо, где надо показывать preloader, где не надо, то есть, опять же, зависит от того, из каких компонентов это все состоит, поскольку они там килобайт, мегабайт, гигабайт весят, и да, в общем, это все должно быть с умом, но в общем и в целом хотел как раз вам просто рассказать о том, что есть такая возможность, как асинхронная подгрузка компонентов во Vue, если вдруг кто не в курсе, такие дела. Ну смотри, мне сложно здесь что-то добавить, убавить, или именно вгрызть, спросить, но я могу у тебя только узнать, вот такое вообще, это возможно, ты можешь такое использовать, сейчас взять и у себя в коде на Vue написать, короче, такую подгрузку. Да, не поверишь, ровно этим я завтра и займусь, ну то есть я действительно это сегодня прочитал, вот, я просто, когда готовился к подкасту, я, ну, не хватало темок, я, во-первых, тебе написал, что не хватает темок, и ты тоже две подвез, вот, а я просто зашел на Reddit в UGS, на SubReddit, и просто посмотрел, что прикольного дают, вот это была одна из прикольных, которые дают, я ее прочитал, сам узнал, с вами поделился и с удовольствием завтра внедрю, то есть, это просто реально работает, заходите туда, что-нибудь читайте, а лучше заходите к нам в подкаст, мы вам все самое лучшее расскажем и передадим, потому что, ну, мы уже отфильтровали для вас все, вот, вот именно, мы как птички уже переживали, и вам в клювик уже пережеванное отдаем, как бы, и все. Хорошо, хорошо, мне понравилось про птичек, следующая тема, это, кстати, перед ней нужно еще сказать кое-что, перед ней надо кое-что сказать. Есть у нас дополнительная, дополнительная развлекуха перед нашим подкастом, в которой, в основном, не про IT вообще. Мы там такое чувство, что мы как, опять же, в соседнем одном подкасте, где чувак рассказывает, как он оружие покупает, значит, постоянно, и такое чувство, что мы вот там тоже просто разговариваем, и ни слова практически, ни слова, ничего, там у нас очень просто всякая жеза, всякая, короче, я не побоюсь этого слова гиковщина всякая там бывает иногда, вот, то есть гиковщина, вот, и может быть просто вам интересно что-нибудь, короче, такое от нас послушать, не про IT, вообще не про технику, кстати, сегодня ты пришел про технику, я там рассказывал, как макбуки выбирать вот в 2K19, кстати, да, но, знаешь, такое можно было бы рассказать в подкасте, но это более все неформально, и знаешь, как-то по-житейски, я бы сказал, это без галстуков, просто сейчас-то мы в полном фраке сидим, как бы, да, я все к чему, я все к чему, эту штуку можно послушать, если вы на patreon.com slash webdesign любой из доступных пледжей возьмете, и оформите, то есть, можете практически за 2 бакса, фактически за 2 бакса, слушать пришел наше, но кроме этого, там есть другое, там есть другие пледжи и другие всякие, короче, подарки, которые мы вам там отправим, или, может быть, короче, у вас будет доступ в чатик, или, короче, в любом случае, patreon.com slash webdesign это то, где можно чуть расширить, чуть расширить вообще, в принципе, знания о проекте и его дизайна. Да вообще, это место, где исполняются мечты, поэтому переходите туда, и самое ключевое это пришел. Там действительно много неформального, о чем мы просто рассказываем, о чем мы нигде больше не расскажем. А это, я вам скажу, дорогого стоит. Как минимум, одного доллара в месяц. Пойдем дальше. Это темка с хабра снова у меня. И снова такая темка именно жиза, опять же, но здесь жиза именно про проекты. Не работайте в плохих проектах. Смотри, я сейчас просто возьму и скажу, что по заявкам, так скажем, трудящихся, смотрящих и слушающих, я предлагаю нам устроить микропаузу, просто пить сильно хочется, и я много вяленого мяса, соленого наелся, и мне теперь хочется пить сильно. Ну все, тогда как раз это будет. Все вместе с нами прервутся, да, я здесь поставлю маркер, чтобы это вырезать на монтаже. Вот, но в общем, мы в целом просили нас, просили, а раз вы просили, значит, мы исполняем. Мы как Дед Мороз сегодня, причем один. Мы как Газпром мечты сбываются. Вот, да, сейчас приду, национальное достояние. Главное с этого всего количества воды, потом вторую паузу не делать. Короче, что, говорю, да, темку? Говори, да, не работайте в плохих проектах. Не работайте в плохих проектах. Здесь просто автор решил поделиться как бы своим опытом и наставить нас на путь праведный. На путь IT праведный, на IT путь. Главное, чтобы он роганом не решил наставить. Это да. Короче говоря, он рассказывает, он рассказывает, что на самом деле, вообще весь корень всей статьи в том, что есть проекты, бывают плохими. Несмотря на то, что вы там бы не думали, и если вам некомфортно работать в проекте, скорее всего, для вас это плохой проект. Вот. Понятно, что, знаешь, кто-то есть очень привередливые чуваки, и он здесь сразу начинает говорить, что в принципе есть тенденция ныть у IT-чуваков. Вот есть тенденция. Потому что, ну, в силу того, что действительно, короче, мы знаем, какие зарплаты на Западе, у нас другие зарплаты, плюс вообще IT-чуваки это как бы такие немного люди, которые все-таки знают себе цену, а кто-то даже и набивает сверх цену себе и выше цену, чем он стоит. И вообще, в принципе, короче, люди айтишные, они любят поныть чуть-чуть, но и могут себе это позволить, с другой стороны. Вот. И поэтому он говорит, что, несмотря на это, бывают плохие проекты, действительно. И сейчас мы вообще посмотрим признаки плохого проекта. Например, он сразу рассказывает, что вообще, если вы попали в такую ситуацию, что вам, вот, вы видите, это плохой проект, то, опять же, не говорите себе там, я лох, блин, я попал, надо, короче, типа, надо тут грести, сейчас все сам сделаю и все, короче, будет круто. Во-первых, вы попали на плохой проект только потому, что, в принципе, на проект, когда ты попадаешь, ты не до конца знаешь, что происходит на проекте. То есть, нельзя на 100% узнать, какие могут быть подляны. На работу ты выбираешь практически как вуз. То есть, ты можешь пойти в университет, в принципе, ты можешь досконально там выучить, какая будет программа в университете, узнать все там, все тут. Но какие-то подковерные вещи, ты не узнаешь, что условно на втором курсе будет преподаватель, который всех отчисляет с именем Никита условно. Вот это я сейчас не конкретную ситуацию имею в виду. Вот, но, допустим, ты не можешь какие-то вещи знать, так же, как при поступлении в вуз, так же, как и когда ты попадаешь на работу, на какой-то проект, ты не знаешь все об этом проекте, соответственно, и не знаешь, а тем более, что, если это плохой проект, заведомо, то работодатель просто, ну, хочет скрыть от тебя все минусы. Он тебе не покажет то, что ты говоришь, что это плохо. Наоборот, он тебе все плюсы покажет, да еще и приврет, возможно, в какой-то момент. Соответственно, ты согласишься и попадешь в плохой проект. Вот все, вот ты попал уже в плохой проект, смотрим, опять же, признаки плохого проекта. Например, недобросовестные работодатели скрывают информацию. Например, скрывают информацию, так, здесь просто разную информацию они могут скрывать, я пытаюсь сейчас понять из первых пунктов, про что конкретно. Например, про, ну, про зарплаты, как минимум. То есть, здесь чувак не призывает всем требовать открытых зарплат. Вот, кто-то считает, что практика закрытых зарплат, это хорошо, например, как Лебедев. Вот, но чувак говорит, что с помощью закрытых зарплат, это может быть и типа неплохо, что закрытые зарплаты, никто не знает, сколько другие получают, но, знаете просто, это инструмент управления в любом случае. То есть, когда вам не говорят зарплаты других чуваков, возможно, не 100%, но возможно. Это просто экономия. То есть, ты не говоришь такому-то чуваку, сколько он получает, соответственно, сколько, точнее, не он получает, а другие чуваки получают. Ну да, другие. И он типа доволен тем, что он за 10. Ну типа доволен, никто, да. Все работает за 300. Конечно, конечно, хотя он специалист не хуже. Не хуже. Да-да-да-да. Вот. Еще, если вы такое видите, опять же, то есть, закрытые, начинают мутить, типа, ну блин, как бы мы не будем говорить тебе, как такие же условные Android-разработчики получают, как ты, не какие-то там сеньоры, да, такие же чуваки. Вот. И это уже странно. Это уже странно. Например, есть у тебя в компании на проекте сложные иерархии и ранги и звания. Это тоже сделано, чтобы экономить. То есть, например, в компании есть там определенные ранги, там сеньора, медла и джуниора, как везде, но им этому рангу и званию соответствует какая-то зарплата. И ты говоришь, ну блин, я вот уже как бы мидл, можно мне зарплату такую-то. Тебе говорят, слушай, ну у нас сеньоры только так получают. Мидл получают, ну вот сколько ты получаешь. Вот. Или там есть какие-то очень, знаешь, разные там ранги-подранги и чувак рассказывает, что я хотел типа зарплату такую-то. Мне сказали, чувак, но для следующего твоего повышения зарплата, ну будет всего там на сколько-то там больше, но не такую, которую ты запрашиваешь. Соответственно, оказалось, что просто нашел потом другую компанию, в которой еще больше, чем ту, которую он запрашивал. Далее, ну то есть мы понимаем, что опять же им управляли с помощью вот этих вот рангов и званий. Нематериальные ухищрения встречаются на проектах, то есть все, знаешь, допустим, в офис покупаются какие-то там развлекающие вещи, опять же, сделан бар специальный, в котором там, короче, можно брать бесплатно какие-то печеньки и кофе, как обычно. Знаете, это все, если что, делается за ваши бабки. И опять же, в бабки это никогда не превратится, все эти плюшки, которые сделаны, всякие грамоты, бейджи, как здесь написано, стикеры, прочая геймификация, это все сделано, чтобы только не платить больше. Реально. То есть так вы будете просто думать, что у меня же тут все обеспечено, я же тут кто-то, я же тут у меня грамота у меня здесь. То есть я же здесь работник месяца по GTA 5, где сделали работника месяца не Ламара, а, короче, главного героя GTA 5. Вот, короче. Рамки, мне кажется. Да, да, да. Короче говоря, вот. И, то есть это тоже ухищрение, тоже, чтобы бабки больше не платить. Корпоративная культура здесь тоже рассказывается про то, что есть некая корпоративная культура там у вас, и она еще ужесточается очень жестко в целях, опять же, сэкономить на вас бабло. Очень любят в компаниях, в офисах или, там, не знаю, может быть, даже на удаленке кто-то так жестит, что вы должны приходить ровно во столько-то за опоздание снимают, бабки. Ну, иногда даже не снимают бабки, а просто если ты часто опаздываешь, то ты вряд ли, знаешь, пойдешь и начнешь требовать повышения к зарплате, когда у тебя, ну, жесткий режим, и надо было, оказывается, в 8 утра уже быть. Автор считает, что вообще люди, которые работают в IT, это не те люди, за которые должны следить за своими, там, пятиминутками, если они опоздали, потому что человек вообще иногда работает, когда он, особенно, программист жесткий, он работает иногда, не знаю, едет в машине, просто мозговой процесс у него происходит, то есть или, ну, то есть не обязательно, что он на работе должен находиться в тот момент, когда он решает задачи, вот, и для этого не надо урезать ему зарплату за то, что он опаздывает, вот, поэтому корпоративная культура, это тоже как один из приемов, вот, как один из приемов вами управлять и управлять вашей зарплатой, соответственно, это плохой проект, он вас, как бы, душит этим самым, вот, откровенное вранье бывает на проекте, то есть, здесь, кстати, сейчас я, опять же, вспомню, в чем прикол, людям внушают условия, что условия труда, например, которые тебе предлагают, это самое лучшее, что есть на рынке, вот, все больше ты не получишь, и вообще ты, ну, типа, такой специалист узкий, например, там, какой-нибудь, короче, ты никому не подойдешь особо, чувак, ну, смирись, все, твои 30 тысяч рублей, это то, о чем ты должен мечтать, вот, и все, и как бы у тебя крылья-то обрубаются, ну, действительно, ну, а что, ну, я как, куда я пойду-то, ну, вот меня тут, тут у нас печеньки, опять же, а ты, на самом деле, в итоге ты крутой специалист, значит, и тебя везде заберут, но ты просто боишься, и тебе еще и врут, что, скорее всего, ты нигде не найдешь работу себе, вот, и это все, эти все признаки, говорят о том, что проект просто плохой, то есть, я даже не говорю про то, что, в принципе, ты пришел на проект, а он там состоит из какого-то непонятного кода, который, короче, нужно весь отрефакторить, переписать, и, короче, вы знаете, в принципе, другие проблемы на плохих проектах, ну, пришел и увидел, и победил, так скажем, точнее, пришел, увидел и загрустил, и здесь он говорит, что плохие проекты, это, в принципе, бывает такое, ну, так сложилось, не по злому умыслу, да, не потому, что там кто-то хотел один программер, хотя и такое, наверное, бывает, на говнокоде, значит, испортить всем проект, нет, потому, что в силу каких-то вещей, там, допустим, когда главный чувак быстренько делал стартап, ему надо было, чтобы все было быстро написано в какие-то сроки, то есть, я имею в виду владелец проекта, вот, соответственно, он набрал какую-то команду, которая плохо написала код, и теперь тебе приходится разгребать этот код, или этот код нужно, нельзя как-то сильно кастомить, потому что это код партнеров, а нужно только сверх него писать костыли, и это тоже не очень приятно, короче, бывают разные случаи, когда не очень приятно, это плохой проект, тупо, вот, и так бывает, то есть, плохие проекты бывают, нужно просто его понять, что ты в плохом проекте, и здесь чувак призывает не тратить время на плохие проекты, потому что жизнь, типа, короткая, и вообще-то надо развиваться, и плохой проект вряд ли тебя научит какому-то, ну, вряд ли ты далеко продвинишься, будешь, скорее всего, стоять на месте, какие-то костыли пилить постоянно, короче, тем более, если у тебя, вот, какие-нибудь, тебе нужно в 8 утра, оказывается, приходить еще, к тому же, то есть, какое-то давление на тебя оказывается, поэтому, плохой проект, скорее всего, будет тебя тормозить в твоем развитии, поэтому, если ты определяешь, что у тебя действительно плохой проект, то, скорее всего, ты с ним ничего не сделаешь, ты можешь за свои деньги, так скажем, за свое время, сидеть ночами, и переписывать какие-то коды, короче, ты можешь как-то, но, скорее всего, ты ничего уже с ним не сделаешь, то есть, надо понять просто, ты в плохом проекте, чувак, надо искать хороший проект, потому что, говорит, плохие проекты существуют, но существуют и хорошие, и познав, что у тебя действительно плохой проект, лучше все-таки пойти и найти хорошее себя, в принципе, все, тем более, что, говорит, для IT-чуваков, это позволительно, найти такое себя, или какие-то около IT-чуваков, в принципе, вот такая идея, тебе как? Ну, как тебе сказать, вот, плохой проект, неплохой проект, оно бывает, когда в процессе становится, и вот тут-то ты уже вообще никак не подгадаешь, и причем оно может становиться, исходя из того, что... Из твоего кода. Это, это само собой, я имею в виду из того, что требования были одни, пришел заказчик, сказал, что теперь надо по-другому, у тебя мало того, что с прошлого раза накопился тех долг, там, надо что-то трефакторить, тестами покрыть, там, и так далее, вот, так еще и новые фичи, нужно в супер сжатое дерьмо делать, вот сжатые сроки, это самое худшее, что может быть, и это мой топ-1 показатель плохого проекта. Это когда могут прийти и сказать, что вот как бы то, что у нас есть здесь 4 спринта запланированного, конечно, хорошо, вот, сейчас у нас будет супер внезапный... Кранч? Да, внезапный спринт, и хрен с ним, пусть даже он будет длиною в один спринт, и не нужно будет там перерабатывать, не важно, сам факт того, что его уже вклинили, и уже как бы нарушили вот этот весь процесс интеграции, так скажем, всей, континьюсной. Вот, это полное говно, поэтому да, что касается HR-ства и вот этих вот уловок с зарплатами, блин, люди такие, что я бы тоже как бы закрытые зарплаты делал, просто как минимум для того, чтобы не было зависти. Я вот даже сам не хочу, вот я будучи работая этим лидом, я не хочу знать, сколько получают люди, которые, у которых я этим лид, потому что я как бы в общем допускаю, что кто-то из них может получать, например, больше, чем я, ну то есть, почему бы и нет, они может просто договорились и да, и разумеется, не то, чтобы я этого не переживу, но разумеется, мне будет не очень приятно, и таким, хотя казалось бы, ну с хренов, ну то есть, они так договорились, я так не договорился, это справедливо, это жизнь, оно все равно может быть неприятно и может как-то повлиять на предвзятое впечатление, вот, поэтому да, здесь, что касается того, что это, ну закрытые зарплаты, это плохо, я не могу согласиться, хотя, как бы, это дискуссионный вопрос, что касается не того, что не стоит тратить жизнь на плохие проекты, вот с этим я полностью согласен, ну то есть, спред предыдущей работы, я ровно поэтому и ушел, то есть, мне в общем даже уже, когда я уходил, и условия другие предлагали по деньгам, и вообще там, и так далее, но я как-то вот уже принял это решение, просто потому, что вот все, нет. Ну да, то есть, когда понимаешь уже, то тут выбор либо уйти, либо остаться и терпеть. Вот да, и это плохой выбор, остаться и терпеть, поэтому я вам всем желаю сделать такой же вывод для себя, как и автор этой статьи, что, ну, не надо тратить свое время на плохой проект, плохие проекты, они, пусть будут плохими, да, пусть, пусть, пусть и кто-то другой занимается. Тем более, что кто-то другой в любом случае найдется, потому что на плохой проект придут чуваки, которые просто хотят за деньги поработать, придут новички, или придут те, кому комфортно допиливать костыли, и типа... это же реально, есть люди, которым наверняка у них no problem с тем, чтобы допиливать костыли, то есть, ну, правда, это факт. Ну, и, конечно же, дело просто еще в том, что этот опыт о том, что плохие проекты, это плохо и так далее, его же, ну, как бы всем надо его получать. Вот, пусть другие люди придут и получают этот опыт. Как-то так. Да, нормально. Так, что я... Далее у нас по выкладке, по раскладке темка про Bluetooth. Да, у меня просто Patreon-то у меня открыт на компьютере, а Slack не открыт, поэтому я хотел спросить, у нас тема про Bluetooth или у нас там еще одна, еще один блок, так скажем, важный? Нет, нет, у нас пока не важный блок. Две про Bluetooth, да, и потом важный блок. Да. Окей, кратко про кодеки в Bluetooth наушниках. Первое, эту статью нам предложил Кирилл из обычного чатика, не из патроновского. просто она мне так понравилась, что она тут же вошла в подкаст, он мне предложил буквально там три часа назад, может, четыре. Так вот, я вот, у меня всегда было предвзятое отношение к Bluetooth-ным аксессуарам, будь то наушники, мышки, клавиатуры или что-то еще. Почему-то мне всегда казалось, что, ну, они стопудово хуже проводных. У меня, я никогда вот, ну, не пытался вникнуть как-то поглубже, ну, типа, чем именно хуже, почему хуже, хуже ли. Вот, но тут вот конкретно эта темка сама нашла меня, вот, и здесь рассказ о том, что, вот, представь вообще, что такое наушники. То есть, это в первую очередь динамики. Что в динамике попадает? В динамике должна попадать информация о, там, треке, да, то есть сам трек. Что это такое? Это, ну, нолики-единички. Чтобы их преобразовать в звук динамиков, должен сработать CAP, так с называемой, ЦАП, цифроаналоговый преобразователь, то есть кодек, то есть чип, который декодирует поток информации в набор низкочастотных сигналов, которые уже идут на динамике. Так вот, классически, мы почему, например, мы с тобой используем хорошее оборудование, хорошие микрофоны, там, и так далее, потому что у них встроен хороший кодек, то есть у тебя в микрофон, в твой встроен кодек, и сразу же он уже получает аналоговый сигнал от твоего голоса, и непосредственно его кодирует сразу внутри себя, и в компьютер уже отправляет нолики-единички по USB-шному проводу. Вот, и то же самое у меня, то есть, ну, только у меня микрофон и звуковая карта отдельно, но, в общем, не важно, в той звуковой карте тоже есть кодек, который кодирует непосредственно аналоговый сигнал, и нолики-единички отправляют уже в компьютер. Вот, у нас микрофон подключен обычным аналоговым проводом, джеком, да, ну, там, или XLR, в данном случае, в эту, в звуковую карту. Когда мы подключаем наушники в телефон или там в ноутбук, у нас работает тот кодек, который встроен в компьютер или в телефон, он декодирует сигнал, и по этому проводу, по мини-джеку уже отправляет непосредственно низкочастотный сигнал в динамике, чтобы они там сокращались с нужной частотой, амплитудой и так далее. Что касается Bluetooth наушников, там нет провода, по воздуху нельзя передать низкочастотный сигнал, ну, то есть, можно в видеорадиоволн, но, опять же, там это все дело преобразуется, то есть, это каким-то образом должен быть все равно преобразователь. В данном случае в самих наушниках есть кодек, то есть, в самих наушниках есть чип, который нолики-единички переделывает уже непосредственно в сигнал, который идет на динамике в низкочастотной. И... И он дерьмовый. Из-за того, что наушники маленькие, он дерьмовый. Вот. Но дерьмовый, это как бы громкое слово. Давай так, есть определенный стандарт кодека SBC, о котором договорились производители Bluetooth-наушника, хрен когда. Вот. И он, в принципе, очень ограничен. То есть, у него качество максимум уровня MP3 192 битрейт. То есть, довольно-таки поганые. Вот. И почти все Bluetooth-наушники там до недавних времен, они были ровно такие. с появлением большого количества каких-то там телефонов и других вот этих девайсов, ну, в основном телефонов. Больше-больше людей стало пользоваться Bluetooth-наушниками. И вот, например, AirPods, они поддерживают кодек AAC. Это Apple-овский проприетарный кодек, который они форсят очень сильно. Вот. Например, AirPods их поддерживают. Соответственно, Bits тоже. То есть, это по факту теперь Apple-овские наушники, поэтому, да. Забегая вперед, у AAC кодека у него очень большой потенциал, то есть, непосредственно, несмотря на то, что все спекулируют на то, что у него максимум в пределе 256 килобит в секунду качество максимально, максимальный битрейт, это неправда. То есть, у них даже и Varius битрейт есть, и он, на самом деле, по спецификации до 1024 килобит в секунду поддерживает битрейт. То есть, в общем и в целом, это ты никогда уже не отличишь от lossless какого-то там звука, от каких-то флагов там и так далее и тому подобное. Вот, поэтому важно это помнить. У андроида другой кодек aptx, тоже проприетарный, насколько я помню. Вот, поэтому его никто не добавляет, например, в AirPods, чтобы за лицензию просто не платить, у них свое есть. Ну и в андроиды по этой же причине не добавляет ААК. Просто потому, что уже как бы есть своя технология, зачем платить royalty за использование другой какой-то технологии. Вот, то есть, вот эти два конкурирующих кодека, они в общем и в целом примерно одинаковые по общему, так скажем, состоянию качества, просто у ААК у него больше потенциал. То есть, там есть задел на будущее, когда там будет, ну, действительно, очень качественный звук передаваться, ну, и он везде будет. Вот. Идем дальше. Смотри, одно дело, ты кодируешь сигнал, который ты получаешь там с телефона, с компьютера и отсылаешь его по Bluetooth на наушники. Но этот сигнал, в смысле, ну, нолики-единички файл цифровой звука, ты его откуда-то должен получить. Либо это какой-то стриминговый сервис, либо ты там CD-диск раскрутил и непосредственно с него уже отправляешь на наушники, либо там что-то еще. Либо ты это записал на диктофон, опять же, у тебя сработал кодек, который в телефоне, ты это закодировал и у тебя это тоже хранится в каком-то варианте. Чтоб ты понимал, в любом случае происходит, ну, смотри, допустим, ты слушаешь Spotify. В Spotify по дефолту ОГГ, контейнер и кодек. Соответственно, происходит первая раскодировка, потом отсылание, потом, ну, точнее, потом закодировка, отсылание заново на наушники и так далее. Отсюда, если ты слушаешь, например, Spotify, батарея тратится в 100 раз больше, чем если ты слушаешь Apple Music на iPhone. Потому что Apple Music напрямую льет в ААК и телефон, когда у тебя тут ААК и наушники воспринимают ААК, он не кодирует ничего заново, он просто передает уже то, что пришло сразу из интернета. Он дополнительно ничего не кодирует, батареи тратится мало, намного меньше, чем, ну, не намного, тут как бы это вопрос, в общем, но да, чем в Spotify, в Google Music, например. В Google Music по дефолту MP3, вот, а в Spotify ОГГ. Причем, смотри, какая штука, самая тупорылая, что, когда ты слушаешь Spotify, а там ОГГ, iPhone не умеет кодировать ОГГ в ААК, и это все фоллбекается на дефолтный вот этот кодек SBC, а SBC кодек это максимум качества 192 килобита в секунду. То есть, по факту, если ты пользуешься AirPods, надо слушать Apple Music, потому что там тупо лучше качество, потому что тупо... Ну, что тупо ААК сразу. Да, 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 да. Ну, логично. Это все, в общем, для меня было крайне большим открытием, я даже не думал, что действительно по Bluetooth же мы можем только нолики и единички передать, мы не можем передать напрямую звук по нему. То есть, мы должны закодированные данные по нему передать и все. А тут из вот этих кодеков вот такая вот хренотень. То есть, кроме этого, опять же, это, это, опять же, холивар и брендовая война. То есть, каждая фирма, они форсят те кодеки, которые им занесли. Например, Sony, Bowers и Wilkins форсят АА, а там андроиды все форсят АПТХ, потому что там одним Google заносит, другим Apple. Вот. Кстати, что касается Sony, у них есть собственный кодек LDAC. Называется LDAC, если угодно. Так вот, LDAC, это, нос опять зачесался, это, короче, Sony свои наушники продают, у которых хороший кодек внутри, хороший чип, вот, и они продают свое ПО, которое непосредственно кодирует в LDAC, так скажем, и отсылает на наушники в этом формате, и ты, короче, слушаешь в каефном качестве, все, но это справедливо, разумеется, только если у тебя сурс сырой, потому что если ты говно какой-нибудь кодируешь в LDAC, в сущности, ты просто, ну, как будто бы увеличиваешь его в размере, но по факту лучше он от этого, естественно, не становится. Вот, поэтому... Интересно, слушай, а то есть в Google Play АПТХ, если что, слушать? В Google Play, в Google Music нет, там MP3. А MP3 каждый раз все равно кодируют на YouTube, поэтому когда ты слушаешь в Google музыке, то там батарея садится, в общем, почти всегда. Угу, угу. Интересно, интересно. Ну, то есть, если ты используешь наушники с АПТХ, у тебя всегда будет кодирование, потому что нет ни одного стримингового сервиса, который передает АПТХ непосредственно. Угу. Вот, поэтому смешно. Смешно. И самое тупорылое при этом, когда ты слушаешь Apple Music и слушаешь его, как вот, например, наш с тобой общий знакомый через Android, то он ничего лучше. Там все фоллбэкается на SBC, и таким образом говнокачество получается. Ну, блин, самое тупое, опять же, если у тебя наушники АПТХ, а ты хоть что слушаешь на iPhone, iPhone никак не поддерживает АПТХ, неважно откуда и где и как, поэтому всегда будет опять же фоллбэкаться на SBC. Поэтому вот об этом нужно реально думать, нужно вникать чё кого. И вот, 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 век живи, век учись. Я даже не думал, что есть какие-то такие подразделения, и тут как бы важно даже не то, какие у тебя там динамики в наушниках, это становится вторичным. Намного важнее, какие у тебя кодеки, какой у тебя используется стриминговый сервис. Вот об этом я вообще не думал. Представляешь, ты делаешь тест наушников, и почему-то такой, слушаешь, блин, типа, AirPods лучше звучат с МС, и ты не понимаешь, почему, хотя ты всё это с Apple Music тестишь наушники. Да-да-да-да-да-да. И, короче, думаешь, что просто те наушники плохие, а в итоге это не качество наушников плохое, возможно, а именно вот в этом загвоздка в кодеках вообще. Ну, короче говоря, вот повторюсь, я просто, мне реально это было любопытно всё это узнать, и я такой думаю, блин, нихрена себе. Поэтому, Кирилл, спасибо за то, что предложил новость. Вот, он просто купил наушники с Old Duck'ом сам-то, вот, и он начал вникать вот в эти вопросы, узнавать, менять, пробовать, слушать АПТХ и ААК со словами, да вроде примерно одинаково звучит, вот, но, тем не менее, он меня вот простимулировал узнать немножечко подробности, было интересно. А теперь как раз расскажем, то, где нам Кирилл это предложил, это наш обычный чатик, он не патроновский, туда приглашаются все желающие, чтобы туда попасть, надо перейти на наш канал ewebdesign, t.me slash ewebdesign, и нажать снизу кнопку обсудить. Ждём вообще всех, вы крутые чуваки, приходите, у нас там своя атмосфера, больше двухсот человек, и вот такие интересные темки там обсуждают, ещё там гифки всякие и так далее, полная деградация, вот, каждый найдёт себе что-то по вкусу. Да, да, заходите, t.me slash ewebdesign. Погнали, короче, к Джону Кармаку. Давай. Казалось бы, вы слышите Джон Кармак и думаете про Doom, сейчас что-нибудь будет. Не тут-то было, у него просто брали какое-то интервью по поводу подкаста. Ну, то есть, Джо Роган, есть такой чувак, Джо Роган, причём, чуть ли не комик. Да, да. И вот к нему пришёл Джон Кармак, вот, и, а, кстати, сейчас Джон Кармак, чтобы вы понимали, технический директор Oculus. Да, он VR, VR-мен давно уже. Ну, мы, кстати, с тобой даже здесь это обсуждали, по-моему, и не один раз даже, что он теперь VR-мен. Вот, они там говорили о всяком, в том числе, они делились, они, Джон Кармак делился мнением своим по поводу, производительности смартфона в сравнении с PC, вот, и он рассказал, что вообще, вот как бы техпроцесс производства чипов, он же уменьшается, техпроцесс, это физический размер одного транзистора в чипе, то есть, ну, когда-то он там и 90 нанометров составлял, я помню, когда Core 2 Duo у меня был 60 нанометровый, а потом следующий вышли 45 нанометров, и они уже сильно больше грелись, потому что тепловыделение такое же, а площадь чипа меньше, из-за этого, как бы, больше температуры на квадратный там сантиметр появлялся и так далее, у меня почему-то на ШИЗУ вентиляторы сильно закрутились у ноутбука. Возможно, там что-то, какие-то анимации? Да, либо майнеры какие-то, не знаю даже. Так вот, и он сказал, в общем, достаточно очевидную вещь, что такими темпами вот через два года уже будет достигнут предел. Что такое предел? Предел это, когда ты, ну, то есть, как делаются чипы? Они делаются с помощью фотолитографии. Ты на подложке делаешь рисунок чипов, потом облучаешь его супер жестким ультрафиолетом и пока, ну, и в этот, в какую-то эмиссию там его окунаешь, примерно, как фотографии проявляешь, только тут ты проявляешь именно, ну, не фотографию, а схему транзисторов. Так вот, ты супер жестким ультрафиолетом облучаешь, и оно проявляется, все классно становится. А теперь, если на транзисторы вот такие маленькие, ну, конкретно там, по-моему, предел трех нанометров обозначается, то есть, если один транзистор занимает всего три нанометра, то, когда ты его облучаешь жестким ультрафиолетом, там вот эта полосочка, она становится нечеткая. То есть, ты не можешь облучить так, чтобы она четко отрисовалась, она просто расплывается тупо из-за дифракции и интерференции и всех вот этих штук. Интерференция, это, по-моему, шутка. Я думаю, там все-таки в дифракции дело. Я не физик, но вы меня поняли. Просто говоришь все термины. Да, все просто говоришь корпускулярно-волновая теория света. Вот, да. Это из-за этого. Так вот, короче говоря, квадратура круга. Да, да, не получается оно уже нормально там отпечатать, нечетко получается. Кстати говоря, до этого у них была проблема, по-моему, на 14 нанометрах тоже не получалось четко отпечатать. Они начали это делать в воде и через линзу. Они там это преломляли через линзу. Ну, считай, фокусировали примерно как в оптике в обычной. И через воду еще делали, потому что там плотность другая и там можно как бы еще там ультрафиолет замедляется и не так сильно преломляется. Вот, они там изворачивались очень сильно. Вот, но тут, тем не менее, уже они столкнутся в 2022 году с тем, что будет невозможно дальше уменьшать. Вот, и как бы, да, но он говорит, что я надеюсь на другие потенциальные вещи. Возможно, мы что-то придумаем мы, в смысле человечества, что-то придумаем из углеродных нанотрубок или с фотонной обработкой. Вариантов много, но я не уверен, что сейчас это достаточно надежные вещи, на которые мы можем рассчитывать. На самом деле, когда придумали еще структуру 3D-чипов, когда один на одном находится, вот, тут в общем и в целом как бы, ну, можно обходиться еще так, что просто он трехъярусный будет чип. Просто, ну, окей, ты не можешь дальше уменьшать, но сам-то чип ты можешь увеличивать. Будет просто процессор размером не с ноготь, а с 10 ногтей, 80-ядерный какой-нибудь, все как бы, тоже будет, в общем, производительность увеличиваться. То есть, ну, необязательно уменьшать тех процесс для того, чтобы увеличивать производительность. Поэтому, как бы, тут дело такое, но вообще, да, то есть, про нанотрубки мы еще в 2011-м году, 2012-м в институте слышали, рассуждали и готовили доклады. Мы про, причем про графеновое, про графеновое, да. Ну, так графен, это же и есть углерод. Я так понимаю, что это оно и есть. Вот, об этом как раз ты в следующей темке расскажешь. То есть, ну да, есть мнение, что с полупроводниковой электроникой мы уперлись, так сказать, в потолок, причем именно с продуктивной. Ты же понимаешь, что если брать какие-нибудь контроллеры в микроволновках и так далее, там таким мелким техпроцессом даже и не пахнет. То есть, кремний, в общем, очень долго еще будет в потребительской электронике, просто не в такой прогрессивной, как чипы, там, в телефонах и в компьютерах. Это все-таки, ну, реально прогрессивная штука, они жутко дорогие. А в общем, в целом, обычные кремниевые контроллеры для Адруина, они уже ничего не стоят. У них достаточно большой техпроцесс, поэтому они ничего и не стоят. Так что, да, не переживайте, это не коллапс. Ты сейчас успокаиваешь кремниевых гигантов вот этих вот, которые миллиардеры нас слушают, такие, блин, мы что, все теперь? Кремний все? Ну, слушай, я их успокаиваю, но прибыли у них все равно упадут, потому что, как бы, да, все равно... Думаешь, хуже жить не будут, я думаю, в принципе. Ну, что-нибудь придумают, они вложатся сами же в эти углеродные нанотрубки, и будут теперь не кремниевые гиганты, а, в общем, электронные гиганты, и все. Я согласен. Ну вот, по поводу ученые из MIT создали рабочий 16-битный процессор из нанотрубок. И, кстати говоря, я помню, опять же, в том же университете в 2013 году мы даже смотрели видосы про то, как чуваки, вот эти там два чувака, которые графен открыли вообще, типа, что можно графен использовать, они показывали примерно, какой графен вообще, как трубочка создается, и они показывали очень простейшим, ну, понятно, что это не так делается в промышленных целях, да, но они показывали простейший пример, что берется графитовый карандаш условно, просто графитовый вот этот вот стержень, на него налепливается скотч, скотч отдирается, и все, что остается на скотч, вот из этого трубочка состоит. Типа, понятно, что это не надо, чтобы трубочку свернуть, ее надо супер обжечь, и там как раз проблема была в том, что ты, когда вот это супер обжигаешь, все трубочки получаются хаотично, разной длины, разной формы и так далее, и из-за того, что это невозможно было как-то упорядочить и сделать просто, чтобы все они были одинаковые, и из них выстраивать потом уже чипы, из-за этого, ну, в тот момент, когда я делал доклад, это было проблемно, я не знаю, может быть, сейчас их научились как-то там лазерами прижигать, чтобы они одинаковые были, но тем не менее, да. Ну и вот, как раз здесь написано, что первая научная работа, посвященная однобитному процессору на нанотрубках, была опубликована еще в 2013 году, то есть это как раз то самое. Однако теперь команда MIT под руководством Гейдж Хилса и Кристиана Лау, Кристиана Бейла, представила RV16X Nano, использующие нанотрубки для транзисторов. Новый 16-битный чип был создан на основе стандартного процессора, который применяется в кремниевых чипах. По сути, можно сказать, что это обычный кремниевый процессор, только с углеродными нанотрубками вместо кремния. Короче, сейчас такой проц может запускать программу Hello World. Ну то есть, запускаешь, она выводит Hello World, все. Производительность сопоставима с процессорами, которые можно купить в хобби-магазине для встраивания в мини-робота. По мне, контроллеры, которые ни хрена не стоят. Только тут, я думаю, он стоит-то, в общем, только тут миллиарды стоит. Создание чипа начинается с кремниевой пластины. Исследователи погружают ее в раствор, содержащий нанотрубки. Дальше она, типа, тупо высыхает, лишние нанотрубки удаляются, все, что надо, остается, как транзисторы. После этого добавляются металлические контакты, провода и пластины разрезают на микрочипы. Вот. Производство такого чипа потребовало температуру чуть ниже 325 градусов. Звучит, казалось бы, до хрена 325 градусов по Цельсию. Но вообще-то, если сравнивать с температурой по Цельсию, которые делают кремниевые транзисторы для производства, да, то там тысяча градусов хреначит. Поэтому то, что сделали здесь за 325 градусов, это еще холодина. Такая низкая температура позволяет размещать дополнительные слои друг на друга. Типа, они не так будут сильно... Производя плотные трехмерные чипы. Финальная цель будет заключаться не в том, чтобы отказаться от десятилетий прогресса с кремнием, это опять же богатеи сейчас вздохнули, а использовать опыт и наработки для постепенной интеграции нанотрубок в существующую архитектуру. Первые попытки доказаться концепции это отличные новости для будущего как электроники. Ну, короче, понятно, что непонятно до конца, как это быстро все будет развиваться, поэтому будущее электроники туманно для нас, но, возможно, мы с тобой сейчас вот запомним, что 2019 год, прошлый был у нас сигнальчик в 2013, возможно, через 6 лет в 2025 скажут, что уже сделали хотя бы, не знаю, обычный процессор на уровне кремния, который в UGS-ные приложения хотя бы может запускать. Я так понимаю, они будут часть делать, то есть, если посмотрим на процессор, он же на логические блоки разделен в общем и в целом. И, допустим, только вот вычислительные блоки будут из нанотрубок, а всякий кэш там и так далее, он будет из кремния по-прежнему, То есть, там же можно по-разному. Гибридная тема такая. Да-да-да-да-да. Я думаю, что как раз гибридная тема в данном случае это будет то самое. Поэтому посмотрим, посмотрим. Да, интересно. Вот у нас железные новости, даже появились. Ну, раз были железные новости, значит, теперь будут железные аргументы. То есть, наша обложка. А мы, кстати, патроны вперед обложкой или после называем? Наверное, перед, скорее всего. Так что, железные патроны у нас сейчас будут. Да, давайте, железные патроны. У нас сейчас как раз сентябрь, пора оплачивать. Семь человек не оплатили. Но мы их все равно назовем, потому что вдруг они забыли, послушают потом, и такие, блин, мы же не оплатили. И оформят. Короче говоря, 40-долларовый Макс, 20-долларовый Константин Гончаров, Олег Цепиш, правильно, да? Да. Запомнил? Иван Мирзавцев, Антон Шувалов, Ярослав Мудрый, Никита Ларк. Чуваки, спасибо. Вы уже просто, как Никита любит говорить, дикое количество времени нас поддерживаете. Там уже у некоторых людей по два года скоро будут, поэтому, блин, спасибо. 10-долларовые патроны. Дмитрий Горбач, Графа Балмасов, Дмитрий Казарцев, Кеша Пуделев, БДС, Нор Балгимбаев, Алекс Хиценко. Двое воздержались, то есть не заплатили. Мистер Кор, это Игорь Колдаев, и Михаил Палмер. Если вдруг это ваша позиция, то как бы, ну окей, если нет, и вы забыли, то вспоминайте. Пятидолларовый патрон. Титус, Паша Досвидос, Антон Потапенко, Геннадий Хатавицкий, Нан, Петр Гаврилов, Евгений Бойцов, Иван Сухин, Саша Джазов, Андрей Скутин, Явеб, Илья Евсеев, Антон Заболоцких, Сэм Белов, Андрей Чиг и Эльмира Халила. Есть еще и двое воздержавшихся, это Алекс Ефремо и Миша Хохлов. Вы, если вдруг опять же слушаете, заносите. Мы вас ждем назад. Есть, кстати, еще двое, которые не выбрали тир, но заносят по пятерику. Это Рома Фролов и Владимир Анохин. Вам тоже спасибо, чуваки. Вот. Я справился сегодня с названием патронов. Молодец. Знаешь, с чем я сейчас справился? Скинь мне, пожалуйста, в Телеграм обойку. Ни хрена ты. Давай. 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 Я, кстати, да, из-за того, что месяц кончился, поэтому у нас там не так все весело, как обычно по поддержке, но в принципе тоже хорошо. Спасибо, чуваки. Спасибо, чуваки. Так, обложку вижу. Давай обсудим. Давай обсудим. У меня моя версия, моя версия. Вообще, мы видим на подка... Опять же, давайте, для тех, кто аудио, чувак, мы здесь видим на нашей обоинке такие некие таунхаусы, я бы сказал. Такие дома одинаково абсолютно архитектурного стиля, но разной краски. Вот. Выполненные в, не знаю, практически в таком американском стиле, я бы сказал, потому что здесь вот как они любят евровагонкой это и захреначить все и жить спокойненько. Ну, причем не самые дефолтные. Вполне возможно, что это просто металлический сайдинг какой-то. Я понимаю, что он выглядит из кусочков, но да, да. Конечно, да, вот американцы, они любители этого, хотя не самые типичные крыши, может быть, для них они любят, может быть, по-другому как-то делают, да и вообще таунхаус это такое. Обычно у них, мы-то знаем, как у них обычно, дома все друг от друга отличаются в Америке, если это дома отдельные, но из-за того, что это вот несколько таких одинаковых, то вот они выполнены в таком решении. Короче, мы здесь видим просто несколько домов. Такие кражи у них тоже бывают, просто смотрят, есть солнечные батареи на бежевом домике. Это может быть не Америка. У американцев у всех пропановые баллоны тупо в подвале стоят. Ну, естественно, я буду говорить о том, что, скорее всего, украду у тебя из-за того, что первый. Я буду говорить о том, что наш подкаст, хотя нет, я придумал еще круче. Наш подкаст это вот эти балкончики. Вот видишь, балкончики у них классные. Мне они очень нравятся. С одной стороны, конечно, у них нет крыши над балкончиком, а это значит, что дождь здесь не самый частый гость. Но этот балкончик мне просто нравится, он так классно выделяется. Как бы остальной дом, он остается сзади тебя, потому что это балкон, а не лоджия. Ты выходишь такой, короче, балдеешь, может быть, загораешь. У всех чуваков здесь какие-то цветы. И наш подкаст, как этот каждый балкон, это наш новый подкаст. Ты на него вышел, отдохнул, побалдел, посмотрел на тихую улицу, вот, значит, узнал что-то новое для себя и зашел обратно в дом. Так же. Кто-то покурил просто в майке. Да? Кто-то покурил в майке, полуголый. Ну, слушай, звучит красиво. По моему мнению, наш подкаст – это вот этот автомобиль, который там припаркован у бежевого домика. Ну, знал, знал, да. Я поэтому не стал. Мы просто приехали, и в этих домиках наши патроны живут. Мы просто приехали, чтобы, так сказать, ну, узнать, кто нас насколько поддерживает. Я просто бы сказал, что... От каждого домика к каждому будем переезжать просто. И все. Ну, просто сам подкаст, он как вот эта тачка. Она как бы... Это видно, что какой-то олдскульный, типа, опять же, какой-то американец, типа Chevrolet. Хотя я не знаю, мне скажут, наверное, когда точно, что это за машина, может быть, это и не Америка вовсе. Но это какой-то олдскульный автомобиль такой. Эпохи, типа, как однажды в Голливуде, когда снимали кино, вот примерно такого. Не когда снимали однажды в Голливуде, в 2019-м. Про когда снимали. Да, а именно про когда, да. Ну, вот какой-то такой, короче, очень надежный до сих пор. И все еще стильный, и будет, и более стильный, чем новые тачки, автомобиль. Это вот, как наш подкаст примерно. Все еще классный, крутой, и привлекающий внимание. Блин, ну мы что-то прямо отожгли. Надо тогда закругляться. Хорошего помаленьку. Давай. А то раскатаете губу. Пришел еще послушать, ссылки в описании все. Там тоже интересно и здорово в этот раз получилось. Еще про Apple 4. Так что, да ладно, увидимся через неделю. 208-й буду монтировать завтра выкладывать, так что ждите, ждите. А 209-й уже видимо через недельку, так что да. Ну собственно через недельку и увидимся с вами. Да, пока. Да, пока. Субтитры сделал DimaTorzok